Платите, чтобы не переплачивать. Специалисты ресурсоснабжающих организаций, водоканал и теплофикация, а также единого расчетно-кассового центра подвели итоги введения пенни, которую они выставляют должникам за просрочку платежей. Напомним, что после изменений, внесенных в жилищный кодекс России, право начислять пеню появилось и у управляющих компаний. К началу августа задолженность магнитогурцев перед ресурсоснабжающими организациями перевалила за полтора миллиарда рублей. Больше всего страдает от неплатежей за отопление и горячее водоснабжение, а это ни много ни мало 1 миллиард и 200 миллионов рублей, трест теплофикации. Их коллегам из водоканала не докапало 505 миллионов. Впервые за несколько лет долг населения стал снижаться. Но ситуацию это не спасает. С огромными долгами входить в отопительный сезон коммунальщикам непросто. Приходится вновь брать кредиты, а это очередное повышение тарифов. В прошлом году рычаг воздействия на потребителей в виде начисления пени за просроченный платеж был найден. И это еще не все. Дела злостных неплательщиков вполне могут дойти до суда. С начала этого года на нарушителей было подано уже более 5000 исков. Трест теплофикации ввел практику начисления пени с 1 января 2016 года. Водоканал с 1 июня 2017. Людей начисление пени мотивирует погасить долги, ведь основная сумма долга увеличивается каждый день. В ближайшее время практику начисления пени за просрочку платежей могут взять на вооружение и городские управляющие компании. Пока решается вопрос, как это будет выглядеть на практике, сразу всеми управляющими компаниями или постепенно. Это способ сподвигнуть людей производить оплату за жилищно-коммунальные услуги в срок. До 10 числа следующего за прожитым месяцем необходимо оплатить жилищно-коммунальные услуги, а пеня начисляется спустя 31 день с этого момента. Станислав Юрьев, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИ.